Страшно не то, что они есть, а то, что мы научились их не замечать. Самое слово «милостыня» показывает, что она должна быть делом и жертвой сердца, и подаваема с умилением или сожалением о бедственном состоянии нищего, и с умилением или сокрушением о своих грехах, в очищение которых подается милостыня, ибо милостыня по Писанию очищает всяк грех. Самая маленькая помощь лучше самого большого сочувствия. В той суете, лишь признавая своих забот туманный свет, они бегут, не замечая, старушки, серый силуэт. Как в детских книжках на картинках, старушка нищенка с клюкой чуть сгорблена, лицо в морщинках, ну а в глазах живая боль. В пальтишке стареньком, что носит следы давно минувших дней, она не милостыню просит, так не дано сломаться ей. Ей память нерушимым стержнем не даст упасть в позор омрак, всегда напомнив, как повержен когда-то был жестокий враг, как слезы счастья не скрывая, в Берлине, милом на стене она писала «Я живая». Мы победили, смерть в войне, пройдут десятки лет, как малость, в заботах о земле родной, неслышно к ней подступит старость, придет заслуженный покой, но власть ее жестоко бросит. Голодной смертью погибать, она не милостыню просит, она не хочет умирать. У милосердия порой много лиц, и странно видеть, в чем оно одето, но главное, ведь в нем не это, а удивительно, что нет ему границ. Если ты недостаточно беден, чтобы просить милостыню, ты достаточно богат, чтобы подавать ее. Субтитры подогнал «Симон»